МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Наш День в студии Михаил Майоров. И в этом выпуске вы увидите... В районе дома 29, по предварительным данным, при совершении обхона выехала на полосу тречного движения. Страшная авария в Холмске унесла жизни троих человек. Погибли женщина, маленькая девочка и юноша. Рыба будет! Специалисты все же прокомментировали ситуацию с подходом лосося в летнюю путину и дают положительные прогнозы. Ожидаются хорошие подходы горбуши. Это в северо-восточную часть Сахалина, это от мыса Терпения и до мыса Елизаветы. Летнее меню сахалинских буренок. В совхозе Корсаковский кампания по заготовке кормов началась на две недели раньше. Коровки вчера уже попробовали. Силос из Азима и Ржи. Ориентирование на местности. Казачья полоса препятствий, огневая и строевая подготовка. В лагере юбилейный в самом разгаре вторая тематическая смена. Казачий сполох. Лагерь наш круглогодичный. Один из немногих. И один из самых лучших в Сахалинской области. Трехдневный траур по трем погибшим объявлен в Холмске. Жители города почтят память жертв страшной аварии, которая произошла здесь во вторник вечером. В районе отменены все развлекательные мероприятия. Администрация выразила соболезнования родным и близким погибших. Это женщина, маленькая девочка и юноша. Подробнее об автокатастрофе мы расскажем в рубрике «Точка отчета» во второй части выпуска. Горбуша на подходе. На северо-восточном побережье Сахалина специалисты делают прогнозы на удачную путину. Рыболовецкие предприятия от мыса Терпения и до мыса Елизаветы готовятся к началу работы. Стабильный среднегодовой уровень вылова ожидают и на северо-западе острова. А вот на Курилах уже добыли 850 тонн тихоокеанского лосося. В этом году возможны ограничения на промысел горбуши на юге Сахалина, в заливах Анива и Терпения. Специалисты также отмечают тенденцию к смене популяции рыб. После 25 лет отсутствия в прибрежных водах появилась сардина и в оси из Кумбрия. Это связывают с изменением климатических условий. Рекордные выловы горбуши и подходы, это буквально же, можно посчитать, это 10-15 лет всего на Сахалине. До этого Сахалин ловил даже меньше, чем прогнозируется на сегодня. Каждый год в Сахалинской области добывают около 700 тысяч тонн рыбы. И горбуша не является самой популярной в этом списке. Основным объектом добычи остается минтай. В прошлом году его выловили более 400 тысяч тонн. Отношения между Японией и Сахалинской областью выходят на новый уровень. Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из страны восходящего солнца. Делегация прибыла на пассажирском судне «Этапирика». В ее составе представители более 30 частных компаний, сотрудники японского правительства и губернаторства Хоккайдо. В ближайшие дни она посетит острова Кунашир и Туруп и Шикотан. Цель поездки – выявить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах. Это сферы сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов. Но в первую очередь необходимо наладить транспортное сообщение между островами, по примеру, Вакканая и Корсакова. Можно организовать прямое паромное сообщение между портом Немура и Южнокурильском. Мы готовы по такой же схеме, используя в том числе и японский паром, решить вопросы, связанные со стоимостью поездок. И можно сделать прямой шут, чтобы будет более комфортно и менее зависеть от погодных условий за счет перелета. Мы достигнем успеха, если производимая на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории в другие регионы и даже государства. Это приведет к увеличению здесь рабочих мест, а также к росту доходов местного населения. Предметы первой необходимости для маленьких детей теперь смогут получить малоимущие семьи. Коляски, кроватки и ходунки можно позаимствовать в пунктах проката на базе реабилитационных центров. Пока подобный механизм работает в девяти районах. Все необходимое дается семьям в пользование на один год. Коляска и кроватка – одни из самых необходимых предметов для мам с маленькими детьми. Порой эти вещи для многих семей становятся труднодоступными. Алена Кулешова воспитывает троих и скоро станет мамой четвертого малыша. Алена Кулешова, признается, цены на самые нужные детские товары очень высокие. Недавно девушка решила воспользоваться новой мерой социальной поддержки. В местном реабилитационном центре «Радуга» открылся пункт проката предметов первой необходимости для маленьких детей. Сейчас, в первую очередь, необходимо, это, естественно, кроватка. Потому что, когда родится ребеночек, уже, естественно, будет дома перепланировка, и уже нужна будет эта кроватка. Искать кроватку по интернету, мы смотрели, это очень дорого. В магазине это еще дороже. А так как здесь, оказывается, есть такие услуги у нас в «Корсаке», то это очень удобно. Удобно для всех многодетных семей, потому что купить это очень дорого. В «Корсаковском центре «Радуга» пункт проката детских вещей открылся в мае этого года. Помощь здесь могут получить семьи с детьми-инвалидами, семьи в трудной жизненной ситуации и студенческие пары. На выбор новые коляски, кроватки и столики для кормления. Детский инвентарь выдается родителям на год. Но при необходимости договор можно продлить. Спрос на предоставление детского инвентаря возрос. В данный момент мы выдали около пяти комплектов полностью. Но уже сейчас обращаются мамочки, которые ждут ребенка, которым осенью рожать и хотят получить. Но здесь мы, конечно, говорим о том, что мы предоставим им колясочку и кроваточку. Но нужно обратиться тогда, когда ребенок уже родится. Подобные пункты помощи семьям открыты в девяти островных районах. Все они расположены на базе социально-реабилитационных центров. Совсем скоро новый пункт откроется и в Александровске-Сахалинском. Решение о введении новой услуги социальной по предоставлению предметов первой необходимости для семей с детьми было принято в 2016 году. Тогда же было закуплено более 300 предметов. Потрачено на эти цели порядка трех миллионов рублей. Сегодня в области для малоимущих семей работают многочисленные меры социальной поддержки. Так, например, наряду с постоянными выплатами в этом году введена компенсация на покупку коляски до 20 тысяч рублей и товары для новорожденных до 10 тысяч. Кроме этого, семьи получают выплаты на питание до трех лет и единовременное пособие за рождение первенца. В совхозе Корсаковский амбициозно начинают летний сезон. На две недели раньше запланированного срока стартовала заготовка кормов. Основа нынешнего рациона – коров, а зимая – рожь. Корм рассчитывают запасти и на всю зиму. Прогноз синоптиков не оправдался, что очень обрадовало корсаковских аграриев. Обошлось без дождей и механизаторам удалось ударно поработать в сухую погоду. На смену косилкам на поле вышли грабли-ворошилки, чтобы трава равномерно подсыхала. Какова на вкус азимая рожь пробуют коровы дойного стада. Азимая рожь дала неплохие результаты, хорошо перезимовала. Урожайность на сегодняшний день 300 сантиметров с гектара. И плюс она еще позволила на 15 дней раньше начать уборочную кампанию по кормозаготовке. Если в прошлом году мы начали уборочную кампанию по заготовкам 10 июля, то в этом году мы начали 25-го косить ее. Большая часть выращенного благородного злака закладывается в силостные ямы. Остальное – на сенаж. На смену скошенной ржи подрастает райграсс, который тоже попадет в рацион буренок. В этом году урожай кормовых культур в два раза выше прошлогоднего. В основном из-за расширения пассивных площадей, на которых были высажены отборные элитные сорта однолетних и многолетних трав. Это вика, овес, горох, кукуруза и рожь. Одновременно с заготовкой кормов будет идти пассивная. Должны по графику, как положено, по технологии, в июле месяце закончить пассивную кампанию по однолетним травам. Однолетние травы сразу все сеять смысла нету, нецелесообразно, потому что должен работать зеленый конвейер, что посеяли и частично убирать. Таким образом, мы думаем, что область будет полностью обеспечена в этом году кормами, и животные зимовку проведут на достаточно высоком уровне. Через неделю к заготовке кормов приступят и другие хозяйства. Всего по области будет заготовлено 150 тысяч тонн корма для крупного рогатого скота. Специалисты уверены, что даже непогода не помешает справиться с задачей. Уборочной техники достаточно. В прошлом году парк сельскохозяйственных машин обновился на 22%. Далее в эфире рубрика «Точка отчета». В Холмске дорожная автокатастрофа унесла жизни сразу трех сахалинцев. Это произошло на улице Пригородной в шестом часу вечера в районе станции «Холмс» сортировочная. Со слов очевидцев, причина аварии – опасный маневр, который совершила 42-летняя женщина за рулем универсала. В районе дома 29 предварительным данным при совершении обгона выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Тойота Ками». В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота Королок Филдор», а также 17-летний пассажир автомобиля «Тойота Ками» от полученных травм погибли на месте происшествия. Также в аварии погибли маленькая девочка 4-х лет и 17-летний юноша. Единственная выжившая в этом ДТП – водитель автомобиля «Дайхатсу». С переломами ног, позвонков грудного отдела и травмами головы она доставлена в районную больницу. Со слов самих холмчан, дорога в этом месте была недавно отремонтирована. Старые бетонные плиты заменил асфальт. И теперь многие водители прибавляют на этом участке скорость. Мы задумываемся сейчас об этом, над тем, чтобы оставить по максимуму в системе безопасный город камеры видеонаблюдения, с тем, чтобы все-таки люди знали, что, ну, водители, по крайней мере, понимали, что движение под контролем и необходимо соблюдать правила дорожного движения. Причины трагедии еще выясняются. Следственным органам предстоит провести несколько экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Там же, в Холмском районе, почти в то же самое время, когда произошла автокатастрофа, в районе села Большевик был сбит насмерть мужчина. Трагедия произошла на железнодорожных путях на 69-м километре перегона Чехов-Холмск. Состав с углем двигался со стороны Яблочного. Пока неизвестно, перебегал ли мужчина железнодорожные пути или шел вдоль них, а также в каком состоянии он находился на тот момент. В настоящее время следственным органам организовано проведение мероприятий, направленных на установление личности погибшего. Уясняются все обстоятельства. По результатам проведенной проверки, следственным органам будет принято процессуальное решение. Не удалось до сих пор и установить личность погибшего. Одет был мужчина в кожаную куртку и штаны защитного цвета. При себе он имел рюкзак. 22 участка городских улиц, 12 километров дорог. Южно-Сахалинск этим летом охватила большая стройка. Знак «Кирпич» на дорогах уже никого не удивляет. Долгожданный ремонт асфальта на улицах неизбежно сопровождается транспортными заторами. В утренние часы пик южно-сахалинцы особо чувствуют неизбежные последствия масштабного ремонта сразу нескольких городских улиц. Строительный сезон на Сахалине короткий. Обусловлено это погодными условиями. Поэтому в течение нескольких месяцев дороги надо привести в порядок. Ход работ контролируется. Этим утром мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вместе с руководителями структурных подразделений администрации и общественниками посетил несколько объектов, где активно ведутся ремонтные работы. Первая остановка – участок улицы Комсомольской от МРО ГАИ до улицы Горной. Здесь в рамках муниципального контракта подрядчик заменил опоры уличного освещения, а сейчас уже на финишную прямую выходят работы по обустройству тротуаров и асфальтированию. Мы сдаем ту работу, которую мы хотели сделать в прошлом году, но не сделали по причине того, что водоканал только в декабре закончил прокладку в стиле. Улица Комсомольская у нас от и до сделана. Сдать в эксплуатацию этот участок Комсомольской намерены до конца июля. Одна из жительниц частных домов пожаловалась на частое отключение света. Сергей Надсадин поручил подчиненным детально отработать обращение. В цену район и город, конечно, обгораживаются. Развитие идет, это очевидно. Во внимании мэра оказалась и улица Физкультурная. Здесь на финишную прямую выходят работы по строительству участка от горной до крайней. Они будут завершены до 1 сентября. Также по обращению одной из местных жителей, сградоначальник поручил разработать проект обустройства здесь сквера и площадки для в углу собак. Затронули вопросы доступности тротуаров для маломобильных групп населения. Как правило, жители подходят. Есть те или иные замечания, те или иные вопросы, связанные с тем, чтобы те люди, которые непосредственно проживают там, где идет реконструкция или ремонт, чтобы их ожидания были оправданы. У кого-то там где-то примыкание заезд к дому, кто-то просит, требует большего озеленения. Вот эти вопросы мы обсуждали. В общей сложности в этом году мы планируем отремонтировать 22 участка улиц общей протяженностью более 12 километров. На всех этих участках приоритет в одном тротуарной части, поскольку в прошлые годы тротуарам внимания не уделялось вовсе. Завершилась инспекционная поездка посещением улицы Поповича. После укладки тротуарной плитки подрядчик приступит к замене асфальтового полотна на проезжей части, а также общему благоустройству и озеленению. Работы планируется завершить до 1 сентября. Праздник в честь Дня молодежи. В Троицком детском доме специально для воспитанников подготовили концерт, который стал лишь частью большой программы с конкурсами и состязаниями. Ни один участник которых не остался без сладких подарков. Сладости, игры и яркое солнце. В честь Дня молодежи для ребят из Троицкого детского дома подготовили развлекательную программу и конкурсы. В среду в гости к воспитанникам учреждения приехали молодогвардейцы. Молодая гвардия Южно-Халинска обратила внимание на Троицкий детский дом и приехала сюда поздравить молодежи с этим праздником и провести с ними сегодняшний день. На следующий день у нас проходят спортивные мероприятия для детей постарше, музыкальные мероприятия для детей помладше. На игровую площадку ведущие подняли всех от мала до велика. Дело дошло и до танцевального батла. Мальчики против девочек. Ну а в награду за отличное настроение все участники получили сладкие подарки. У нас есть уже некоторый опыт. Мы взяли опеку над ребятами из Новоалександровки. Их пригласили в наши ряды. В принципе, ребята втягиваются. Мы на них большие надежды возлагаем. Сегодня мы посетили Троицкий детский дом, чтобы ребят поздравить. С днем молодежи. Для нас это как бы такой праздник, что хочется веселиться, прыгать, бегать, кричать от радости. Совершенно это совсем другое мероприятие. Это как бы даже лучше, чем предыдущие какие-либо. И понравилось тем, что веселые организаторы, дети больше пляшутся. В основном они просто сидят, но здесь они прям веселятся. И это нравится всем. Для сахалинцев к Дню молодежи молодогвардейцы подготовили и другие мероприятия. Кроме праздничных встреч, развлекательных программ, запланированы и экологические акции. В субботу одна из них состоится в селе Озерское. В середине июня в лагере «Юбилейная» открылась вторая уже традиционная тематическая смена казачьей сполоха. Для того, чтобы пожить почти по армейскому расписанию, сюда съехались ребята из разных городов Сахалинской области. Вообще смена подразумевает под собой тематическое направление. Это военная патриотика, военно-гражданская патриотика. То есть патриотизм наших российских граждан подрастающего поколения. И тема казачьей сполоха одна из них, которая идет в патриотике вообще российского масштаба. В течение 10 дней ребята проходят серьезную подготовку. Организаторы запланировали множество соревнований и конкурсов. Кроме практических занятий, ребят ждет и умственная работа. Лекции по военной истории, казачьим традициям и обычаям. Завтра, допустим, у нас начинается уже казачья полоса. Потом у нас будет строевая подготовка, полоса препятствий. То есть стрельба у них будет, сборка, разборка, оружие, автоматы. Сегодня юношам и девушкам предстояло пробежать кросс по пересеченной местности. И здесь важны не только хорошая физическая форма, но и чувство локтя. Сегодня состоялся кросс с расстоянием в один километр. И это было довольно-таки сложно. Команд было очень много. Призовое место занять было очень трудно. В конце смены 5 июля назовут победителей регионального этапа казачьего сполоха. Если занимаешь первое место на всем лагере, то вы едете на Россию. То есть побеждаете там и народная слава. Шанс прославиться на всю страну у ребят появится осенью. Финал всероссийской военно-спортивной игры пройдет в Краснодарском крае. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...